добрый день сейчас мы сделаем пакет трейсер 10.1.4 как всегда из учебника загружаем пакет трейсер он загрузился открываем его ждем пока он загрузится и если он у вас загрузится и там появится окно входа входите под своим аккаунтом netacad все вот он у меня открылся открываем user profile вводим свое имя фамилия почту и группу подтверждаем с и у нас перезагружается этот пакет трейсер готова что нам тут нужно сделать нам нужно настроить роутер базовые настройки роутера а здесь все команды есть поэтому вы можете сделать по командам очень просто я сейчас просто по-быстрому это покажу итак первым делом нам нужно подключить пока к роутеру потому что роутер видите у нас заблокирована мы не можем настраивать его напрямую поэтому мы должны выбрать connections вот тут снизу выбрать консольный порт подключить его к консольному порту точнее консольный кабель консольного порту роутера и к rs 232 компьютера все мы их подключили теперь мы можем настраивать роутер через компьютер для этого для открываем компьютер десктоп терминал здесь ничего не меняем нажимаем ok и все у нас подключилась и работает можем enable контент контент все мы зашли в конфигурацию роутера видите все было очень просто и здесь нам нужно настроить его базовые настройки вот такие здесь нам нужно указать ему хост нейм р1 так как его зовут r1 а тут просто роутер настроить ему баннер для того чтобы при включении и пока еще не введен не выполнен вход у нас показывался этот баннер что ну а not right access is is strictly prohibited указываем баннер такой а потом делаем сервис password encryption чтобы зашифровать все незашифрованные пароли а потом мы говорим enable password cisco указываем пароль для привилегированного режима на cisco потом enable secret it's a secret такой же пароль но теперь секретный пароль потом у нас есть потом мы должны настроить консольный порт он у нас один line консоль 0 мы закрываем его настройку и указываем здесь пароль let me in и обязательно прописываем логин чтобы у нас выполнялся логин ну вход через этот пароль после этого после этих самых базовых настроек мы должны сохранить конфигурацию чтобы после перезагрузки роутера у нас загружалась эта конфигурация а не та которая про не у нас не сбрасывалась конфигурация для этого мы копируем конфигурацию в стартап конфиг из ранен конфиг стартап потом еще мы можем из раненького вик флэш сделать в флэш хранилище ну и сейчас я покажу что это очень просто давайте сначала одну базовые команды скопируем вот эти вот тут никаких я думаю у вас нет вопросов потому что эти команды делают я все объясню все мы настроили ему базовые настройки роутеру и теперь должны сохранить конфигурацию и так чтобы их сохранить можно выйти из конфигурации роутера то есть просто в привилегированный режим и там сделать копии ранен конфлик стартап конфиг или мы можем указать перед копии раненка fix the top конфиг дуб чтобы она сделалась сделал эта команда выполняется из любого места то есть даже вот отсюда я вставляю команду до копии ран старт ран старт то есть ранен конфиг стартап конфиг и у нас подтверждение destination file name startup конфиг вот нажимаем то есть enter и у нас подтверждается теперь делаем то же самое только с флэшем копируем и вставляем все готово и по итогу мы сохранили все конфигурации и выполнили базовую настройку роутера можно нажать check results чтобы проверить все ли у нас правильно настроено вот если у вас что-то настроение так вы можете посмотреть что именно видите все я правильно настроил на этом все пока